Всем привет! Давненько у нас не было вредных игрушек, и возвращаемся мы с необыкновенным безумным набором супергероев. Это новая команда из вселенной Китая DC Marvel. Фигурки были упакованы в этот замечательный мусорный пакетик. Я не понимаю, почему все китайские подделки упаковывают так, чтобы мы могли видеть содержимое. Давайте-ка я подкину идею для китайских производителей. Я сейчас сказал о том, что нужно упаковывать не в прозрачные пакетики их продукцию, а в непрозрачный мусорный пакет. Тогда никто не увидит из покупателей, что внутри, и не смогут рассмотреть эти убогие подделки. Ну, а по-китайски я сказал, для того, чтобы они поняли только часть. А по-русски вы знаете, что если будут упакованы в черные непрозрачные пакеты теперь игрушки, то их не нужно покупать. А кто-то может быть сразу примет это за мусор и выкинет еще и на складе. Я прошу прощения за свой китайский, это вообще был не китайский, и если я обидел носителей языка, то прошу прощения, но с этим надо было что-то делать. Я старался. А сверху была вот эта замечательная картоночка на скрепках. И она, конечно, не имеет ничего общего с содержимым. Просто наворовали картинок и впихнули сюда этих супергероев. Что? Зорро? Ну, как это здесь мог оказаться Зорро? Я не понимаю. Нет, ну ладно, впихнули в эту DC-дружину Бэтмена и Супермена паучка. Но Зорро! Как он здесь оказался? Он что, этот Зорро? Такой популярный персонаж на сегодняшний день, что его нужно размещать на упаковке для привлечения аудитории? Или они, может быть, знают о секретных планах съемок новых фильмов Бэтмен против Супермена и Зорро? Мир сошел с ума. Ну, конечно, тут нет никакого Зорро, но даже идея сама абсурдна. Да, уж действительно была новая горяченькая команда вместе с Зорро. Начнем, пожалуй, с Бэтмена. И знаете, это не самая плохая подделка, видели мы и похуже, так что здесь, ну, скорее нужно обращать внимание на детали. Да, это не самый плохой Бэтмен из тех, которых я обозревал. У Бэтмена мы видим тут замечательные серебряные брови, которые он подкрашивает, и отчетливо виден второй подбородок. Разжирел Брюс. Конечно, трудно миллионеру, кушая омара в черную икру и забивая шампанским на приемах, держать себя в форме. Ну, а чтобы мы не видели его пузо, наверное, он надел специальное корректирующее белье. Ну, знаете, купил со скидкой в телемагазине на диване, а вместе чудо-шваброй для Альфреда. Вы знаете, вот, кстати, говорил про мусорные пакеты, а плащ-то у него как раз из этого мусорного пакета и сделан. И, конечно же, конечно же, у него есть фонарь. Фонарь это уже классика. Не знаю, пора уже компании DC и Marvel официально признать наличие фонарей у своих персонажей. Это же удобно. Это у нас очень странный, очень могучий рейнджер. Тоже классический персонаж из DC, прям-таки недостающее звено. Ну, он в костюме цвета каки и маске синий почему-то. Возможно, знаете, рейнджеры очень быстро собирались на борьбу со злом, и в спешке он прихватил чужую маску. Ну, или ему просто надоело, что у него такой поносненький цвет костюма, и он решил хотя бы что-то добавить, какой-то элемент новый. Ну, вот такой вот рейнджер. А теперь Спайдер-Мэн! Ну да, такой неординарной командой, посмотрите, Бэтмен, Рейнджер, Спайдер-Мэн не могли даже себе представить Стражу Галактики. Ну, помимо того, что у Спайди перекачаны грудные мышцы, как вы видите, и теперь его костюм рвется. Помимо криво надетой маски и какого-то кокошника, или это новая паучья прическа, я не знаю, что это такое, у него еще в затылке есть дырень. Да, учитывая такую дырку в голове, можно подумать, что маска правильно одета, и просто у него лицо кривое. А не подскажете, кто это грудастая героиня с таким откровенным декольте и друшлаке у себя на лице? Кто это? Кто это вообще такой? Это что, Скорпион? Нет, это Скорпион из Mortal Kombat. Или, может быть, это, я не знаю, средневековый Тони Старк. Только, наверное, не стоит про это снимать фильм, хотя, почему бы и нет. В одном из выпусков мне сильно помогли и сказали, что один там незнакомый герой это был Гладиатор. Спасибо вам. Ну, а теперь сможете распознать обладателя этого очаровательного взгляда. Ну, я даже не знаю, кто это, кто это, кто это такой? Что это? Супер-хоккеист? Я не знаю. А, дырка в голове также присутствует. И только в голове. О, с похмелья что-то трудно летается. А, а это кто? Это, конечно же, Гарри Поттер. Ну, видите, у него шрам на лбу. Волдеморт оставил, и вот что на самом деле случилось с Гарри Поттером после окончания Хогвартса. А, у меня талант на супер-бредовые идеи для новых фильмов. Надо записать. Ну, естественно, вы понимаете, что этот парень с козявочкой на лбу, а на самом деле Супермен. И что же, Супермен потерял свой плащ, ему пришлось сделать новый из упаковочной бумаги, ну, той, которую подарки на Новый год заворачивают. У Супермена также вскрыт чердак, причем, вы видите, как настойчиво вскрыт. И, да, у него есть фонарик. Красная пипка на груди. Может быть, они больны? Ну, знаете, такая супергеройская эпидемия. И они все пришли лечиться. Эпидемия светящихся пипок на груди. Просто разные герои пришли на прием к врачу с этой проблемой. Так, и опять про это можно снять кинцо. Да, вот такой вот получился новый набор супергеройских отбросов. На картинке тут еще нарисовали Зет, Зоро. Сзади, посмотрите-ка. Это даже не сам Зоро, это мужик в костюме Зоро. Ну, знаете, в карнавальном костюме, в таком. Да, даже здесь не смогли. Картинку нормальную. А представляете, если бы здесь действительно был Зоро? Вот была бы ересь. Просто бред. Просто этиатизм был бы, конечно. Зоро реально был здесь. Нет, я не взял его из другого набора. Посмотрите-ка, у них одинаковые абсолютно у всех тела. Да, и этот фонарь тоже на месте. Я могу представить фонарь кого угодно. На груди у кого угодно. Но только не у Зоро. Хотя это было бы, наверное, удобно в его реальности. Реально, посмотрите, с шляпой такой Зоро, с кривой буковкой Z на бляшке. Да, и зубной пастой в глазах. Ну и, конечно же, с дыркой в голове. Кстати, дырки в голове нету только у Рейнджера. И дедуктивный метод мне подсказывает, что именно он наделал дырки всем остальным. Либо, конечно, кто-то хотел его подставить. Та-та-там! А, нет, просто забыли, наверное, дырку прорезать. Ну или у меня есть еще одна идейка, как они оказались в одной связке всех, все вместе. Они, может быть, просто пришли на... Дискотеку! Ставим лайк, и начнется танец. Всем пока! И... Раз, два, три. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok